Привет, народ! Сегодня мы экспериментируем с видео, экспериментируем с едой. То есть мы сегодня готовим что-то новое, то, что никогда не пробовали. А также экспериментируем с видео, потому что мы никогда не снимали кулинарные блоги. Также с меня рецепты и видео, с вас комментарии и лайки. Всем приятного просмотра! Мы готовимся лепить пельмени. Купили на Амазоне вот такую штучку для русских пельменей. Теперь мы замесили тесто в хлебопечке. Ждем, пока оно постоит и будем в первый раз в своей жизни лепить домашние пельмени. Процесс пошел. Тесто, кстати, замешалось очень хорошо в хлебопечке. Мы туда добавили воду, яйцо и муку. А фарш у нас это фарш из индейки, из костка. Сейчас уже будем сверху уложить и закатывать. Мама с папой пельмени крутят, а дети на заднем фоне, ну, типа, смотрят. Ну, как там? Красиво вроде получается. Главное теперь, чтобы подклеились. Женя, иди посмотри, как красиво. Женя, иди посмотри, как красиво. Какой-то уже медовый сотый уже какие-то. Первый раз мы не посыпали формочку мукой. У нас получились корябые эти, плохо выпадали и некрасивые получились. Сейчас, по-моему, все нормально получилось. Быстренько все выпали. Сейчас они пойдут красивенько все в морозилку. Готовые пельмени мы завакуумировали с помощью нашего вакууматора. И они у нас долго не пролежали. На следующий день дети уже попросили им, чтобы мы им отварили домашний пельменник, пельмешек. Что мы сейчас и будем делать, и будем пробовать, что у нас получилось. Вот такие получились пельмешки. Правда, они сильно симпатичные. Будем надеяться, что хоть вкусные. Дети, идите кушать уже. Женя, ну как тебе пельмени? Нормально. А ты папа уже попробовал? Да. Ну что тебе? Не хватает чего-то. Чего-то не хватает 100 грамм. Ясно. Алиска, ты же попробовала? Нет. Там такой вкус, как будто бы непривычный. Потому что мы в прошлый раз ели покупные, они были в другом. Что, не вкусные? Нет, они знакомые очень вкусные. Что знакомые? Фарш знакомые очень. Фарш знакомые? А какие вкусные, домашние или покупные? Я не знаю. Ты же попробовала? Ну что? Съедобно? Ну, ясно. Ну, я скажу, что надо тренироваться. Да. При совершенстве нет предела. Ну, не так себе представляла. По мне, пока магазины вкуснее. Нет. Но мы будем тренироваться. Мне тоже. А сейчас мне кажется, это обижать, но потом просто мне и сказала, что вкуснее. Ну, ну. На мнении марка такой, тесто. Не переборка. Или, не макалу. Ясно. Аккуратненько. Всё, ешьте. На самом деле мы эти пельмени переварили. Да, они были не очень вкусные. Следующую порцию мы варили меньше. Тесто получилось намного вкуснее. Добавили лаврушки, больше соли и перца. И уже было намного вкуснее и красивее. Сделаю сегодня на завтрак бутерброды с тунцом. Яйцом для кислинки добавлю каперсы. А сверху украшу костовскими огурцами, такими порезанными дольками. Мне здесь ни одни огурцы маринованные не нравятся. Они все для меня кислые. Ну, вот так вот сверху чуть-чуть для вкуса я ем. Вот. И всё. Будем завтракать. Тунец у меня есть костка. Он немножко, конечно, горчит. Мы ещё тот же день брали сардины. И сардины, мне кажется, вкуснее даже Ярославского. Что да, сардины вкуснее. Они не так горчат. А тунец у него есть такая своеобразная горчинка. Вот поэтому сардины мы кушаем просто на бутерброде. На бутерброд кладём, как когда-то шпроты. А тунец уже мешаем, как на маску, на бутерброды. И последний штрих. Огурцы. Готово. Наверное, ещё положу ломтик чёрного хлеба. В Штатах вообще чёрный хлеб купить очень сложно. На чёрный хлеб положу оливку, которую купили в костках, тоже показывали. Но мне они не понравились. Они по вкусу не такие, как мы привыкли. Вот. Ну вот в салат, как они, Цезарь, например, наверное, так вот на бутерброд, в принципе, можно есть. Но больше таких покупать мы вряд ли будем. Вот такая тарелочка у нас получилась. Можно нести на стол. В лимне ещё стоит глакомолия. Который мы делаем тоже сами. Соль, перец, лимонный сок и всё блендером. Авокадо здесь очень вкусное и хорошее. Поэтому можно всё это делать самому. Правда, авокадо у меня есть только я и всё. И Алиса есть ещё вот в глакомоле. А так больше никто авокадо не ест. Только одна я ем. Вот. Так что такой вот сегодня получился завтрак. Сейчас я попробую сделать запеканку с американского творога. Фишка в том, что он такой вот похожий на наш зернёный, но он очень жидкий. Его надо процеживать. То же самое я делаю на сырнике, когда делаю, процеживаю. Здесь, в Штатах, я запеканку один раз делала, но я покупала Савушкин продукт в русском магазине. Но она у меня не получилась так, как получилась в Беларуси. Потому что, не знаю почему, потому что, может быть, манку, которую я добавляю, она здесь куплена тоже в русском магазине быстрого приготовления. И в прошлый раз моя запеканка получилась не запеканка, а манник. Я готовлю из творога, добавляю манку, сметану и сухофрукты. Если добавляю сухофрукты, я сахара не кладу. Сейчас мы будем отцеживать творог. Я вам покажу, сколько отходов сливок и воды уходит из творога. Вот это количество творога, это уже 325 грамм, он очень в завлаженности и тяжелый. У меня еще немного осталось, я, наверное, все-таки отожму и весь использую, чтобы не оставалось. А здесь, посмотрите, сколько сливок и в раковине сколько. При желании еще можно выдавливать. Но так как я все равно добавляю сметану, в сметану еще буду соду гасить, так я решила до конца его не делать сухим. Ну вот у нас 400 грамм в тарелке. Еще вон сколько отходов в умывальнике. Сейчас добавляем яйцо и будем замешивать все потихонечку. Я сейчас замешивала тесто и поняла, наверное, что оно у меня получается зажидкое. Может быть, в такой жидкий творог не надо сметану, надо гасить соду прямо в твороге, потому что что-то у меня получается жидковатое. Как показывает практика, если тесто жидковатое, но не подойдет. Плюс это у меня была последняя манка и добавить загустить мне нечем. Ну ладно, посмотрим, что в итоге получится. Что-нибудь, что мне получится, я думаю, что-нибудь съедобное так точно получится. Выложила форму. Честно говоря, мне не нравится консистенция запеканки, как она получилась в тесте. Посмотрим, конечно, что получится, когда она приготовится. Сейчас духовка нагреется и на 30-40 минут отправляем ее в духовку. Ну вот наша запеканочка. Снаружи она выглядит вроде ничего. Позже покажу, как получилось внутри и что получилось на вкус, тоже расскажу попозже. Ну что ж, в разрезе запеканка тоже хороша. Все подошло, все получилось. Пропеклась хорошо. Но единственное, Ярослав попробовал, говорит, что вкусно, но не чувствуется творога. Да, здесь есть такой момент, даже в сырниках, когда я последний раз готовила, они хорошо получились вкусные, но они больше были похожи на оладушки. Творог в изделиях из творога здесь не чувствуется, именно из этого творога американского. Вот вам рецепт на заметку. И еще одно блюдо, которое мы любим, это грибы, фаршированные сыром, в Филадельфии крем-чизом и обернутые в бекон. Мы обычно берем либо коричневые шампиньоны, либо белые. Чаще всего у нас жидкий крем-чиз, типа такого. Но у меня дома есть в кубиках в Филадельфии. Попробую с ней сделать, ни разу не пробовала, она плохо намазывается. Но что есть дома, с того и леплю. И бекон для того, чтобы завернуть шампиньоны. И они были сочные и вкусные. Мы грибы освободили от ножки, помыли их, посушили. Теперь будем накладывать туда сыр. Не солю, ничего не перчу, потому что сыр соленый, бекон соленый. И этого, в принципе, достаточно. Ну вот, сыр мы положили. Мне даже хватило этой баночки сыра. Он даже остался, я переживала. Сейчас будем оборачивать это все беконом. Ну вот, грибы готовы. Сейчас мы их ставим на 30 минут в духовку. И ждем, что у нас получится. Вот так у нас получилось. А, были немножко отходы по бекону, обрезки всякие. Их можно обжарить и впустить в омлет из яиц. Будет очень вкусно. Ну вот такие получились грибочки. Каждый раз получаются по-разному. Бывают красивее, бывают так, как сейчас. Все, наверное, зависит от грибов и от бекона. Сейчас он был такой жидковатый. И сало было побольше. Когда мяско побольше и плотность у него другая, получается по-другому. Но, тем не менее, оно все равно всегда получается вкусно. Всем доброе утро. У нас остались обрезки от бекона. И поэтому сегодня мы готовим омлет с беконом. Нам понадобятся яйца, сливки, сыр. У меня есть сушеный. Можно обычно тертый, твердый. Все, сейчас замешиваем болтунью. Яйца, соль и сливки. Оставляем и идем жарить бекон. Яичная смесь у нас готова. Здесь у нас жарится бекон. Бекон дожарится, мы его уберем. И в эту сковородку добавим, выльем наши взбитое яйца. Готовый бекон я немножко покрошила. Жир немножко слила и добавим на сливочное масло. Теперь мы отправляем сюда нашу яичную смесь. И теперь будем все время мешать, пока она не станет кашицей. А потом сюда добавим бекон и сыр. Все, отправляем сюда уже бекончик. Уже почти омлет схватился. И продолжаем мешать. И сейчас добавлю еще сыра. Все, теперь будем мешать до полной готовности. Этот омлет мне очень напоминает омлет, который я готовила бабушка. Правда, готовила не с беконом, а с шкварки. Вот когда я первый раз такой омлет приготовила, мне очень напомнило мое детство. Омлет готов. Будем раскладывать его по тарелкам. Будем завтракать. Завтрак готов. До новых аппетита. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok